днем рождения дорогих мам крепкого здоровья и радости у меня вопрос к вебинару маме 77 лет мучает бессонница десятки лет ой ой не помогают ни лекарства не практики попробовала препараты т.ф. без результата может не спать по две-три ночи что за феномен этот феномен называется депрессия или у она страдает одним из форм либо расстройства вероятно это невротические расстройства либо психиатрические расстройства либо это у нее допустим просто депрессия либо тревожное состояние либо это у нее болезнь там маниакально депрессивный психоз либо у нее еще какое-либо расстройство формируется и так а как же помочь маме по моему мнению если она по два-три дня не спит хотелось бы вам посоветовать обратиться все же к психиатру он бы назначил вам препараты также есть очень такие простые снотворные среди таких снотворных которые мне нравятся это снотворная ливона 1s ливона называется в можно его приобрести в российской федерации в украине такой достаточно легкий препарат психиатрии его не применяют в общем-то назначение без рецепта можно взять этим препаратом отравиться нельзя если психиатрический то пусть врач психиатр все-таки определит что же там с мамой происходит и как можно помочь от себя хочу добавить скорее всего у нее есть сбой циркадных ритмов или биологических ритмов ее жизни это очень часто связано с изменением света передачи в хрусталиках на фоне допустим глаукомы на фоне заболеваний катаракты может произойти уменьшение света передачи я ее хрусталик или и мозг может получать увеличенное количество голубого света и уменьшенное количество всего остального света это известный такой фактор есть в офтальмологии психиатрии его тоже рассматривают и рекомендуют в этот момент на протяжении дня носить зеленые очки такому человеку а в вечернее время носить желтыми линзами очки есть такие очки они продаются допустим в есть такие очки они продаются в магазинах компьютерной техники это магазины магазины вернее это очки которые способствуют или защищают глаза от как бы радиации которая может идти или волн которые могут идти от ноутбука или телевизора я же хочу вам сказать что там не радиации никаких волн не от ноутбука не от телевизора не идет но он действительно может влиять на психику человека создавая большое количество голубых волн или голубого света или синего цвета такой синий цвет обычно он раздражает психику именно поэтому если вы возьмете книжку желтыми страницами на ночь вы заснете а если возьмете телефон у которого будет экран ярко-белый то скорее всего заснуть не сможете читая эту же книгу на телефоне а что нужно делать на таких телефонах обычно стоит функция желтого света вечернего которая включается с 7 вечеров это неудобно но я вам хочу сказать что это очень важно включайте вот такую функцию женя как называется эта функция не помнишь выбор света как-то называется да я вам сейчас скажу как называется эта функция одну минуту сейчас экраны яркость вот здесь есть три тонн а night shift night shift вот здесь есть холоднее теплее вот смотрите необходимо обязательно чтобы у вас было теплое с я сейчас поставлю с 20 0020 сейчас 20 00 и до 06 00 вот я настроил сейчас и вот так это выглядит то есть если вести то будет желтым становиться а уже нельзя ничем все поставил я теплый свет если вы на ночь ложитесь у вас цвет экрана не должен быть ярко-белым цвет вашего экрана должен быть желтым темно-желтым и буквы должны виднеться еле-еле давайте маме ливона одевайте на нее очки зеленого цвета или желтого цвета чтобы она носила их на протяжении дня и и феномен в этом закончится анжела япаева пусть будут здоровыми и счастливыми пусть дети будут счастливыми спасибо как сквозняки влияют на человеком случай если человек находится на сквозняках в помещении то такие сквозняки в помещении они могут привести к миозиту а миозит это воспаление мышечной ткани поэтому сквозняки по моему мнению это не очень хорошо для человека но есть еще другой вопрос который я как бы додумал из вашего вопроса вероятнее всего вы имеете в виду ветер который возникает в горах вот если человек поднимается в горы то очень часто в горах он может сидеть на ветру вот такой ветер в горах он полезен тем у кого огромное количество дурных если может так сказать мыслей в случае если есть вот такие мысли у вас и у вас очень сильно очень сильно беспокоит что-то там накручиваете себя включите вентилятор пусть он дует вам прямо в лицо отсядьте от него обещаю вам станет лучшее большинство этих мыслей нелепых они просто сдуются из вашей головы поэтому нет худа без добра галина парт